Здарова, домкраты! С вами я, Алексей Семилетов. В сегодняшнем видео я начинаю новую рубрику. Я буду приводить иностранные интервью и подкасты на тематику тяжелой атлетики. Сегодняшнее видео я взял с канала Weightlifting House. Это интервью со Стефаном Боттлым, одним из величайших тяжелой атлетов Болгарии. Пик его карьеры пришелся на 90-е годы. Это еще тот атлет, который тренировался при Иване Бальживе. В общем, все из интервью вы узнаете подробно. От вас, ребята, хотелось бы получить обратную связь, узнать, полезен ли вам данный контент, продолжать ли что-то подобное снимать, переводить и монтировать. Сегодня я вам желаю приятного просмотра. Запасайтесь кофейком, чайком и впитывайте знания. Всем привет и добро пожаловать на новый эпизод подкаста Weightlifting House. Я ведущий Сэп Острович. Также мне сегодня помогает мой соведущий Джошуа Гибсон. Джош, как дела сегодня? Дела лучше не придумаешь и не хочу больше нас задерживать. Так что давай продолжать. Да, ведь сегодня у нас уникальный эпизод. У нас в гостях народная легенда Стефан Боттов. Стефан, как дела у тебя сегодня? Привет, у меня все отлично, все под контролем. Рад слышать. Итак, для тех, кто не знает, Стефан Боттов один из величайших тяжелоатлетов в истории. Большую часть карьерного уступал за Болгарию в 80-х годах в одной из сильнейших сборных всех времен под руководством сильнейшего тренера Ивана Баджиева. Затем он переехал и выступал за Австралию. В своей карьере он выиграл множество европейских, мировых и даже олимпийских медалей. Также ему принадлежит один из величайших подъемов всех времен – 250 килограмм в толчке. Что являлось мировым рекордом в категории до 110 килограмм, который по синкрою превосходит все современные достижения. Он слегка тяжелее, чем 246 килограмм в толчке Ильи Лина в категории до 105 килограмм. Стефан рвал более 190 килограмм на восьми международных соревнованиях и сегодня нам повезло побеседовать с ним на подкасте. Насколько мне известно, он только что закончил тренировку. Стефан, интересно, вы только что толкнули на тренировки 251? Ну, мой лучший подъем тренировочный – 260 килограмм в толчке. 260. И вы только с тренировки? Да, я только что закончил. Продолжаю тренироваться. Люблю всегда быть в хорошей форме. А как вы тренируетесь сейчас? Это не классика. Немного приседов, упражнений из общей физической подготовки и велосипед. Ну и все. И немного, и не тяжело. Просто поддержание хорошей физической формы. Мы бы хотели узнать побольше о вашей карьере и вашей жизни, потому что вы прожили очень интересную жизнь. Думаю, для начала будет очень интересно узнать о ваших лучших подъемах на тренировке. Например, рывок классический, рывок в полуприсед, на грудь полуприсед, на грудь классический, присед на груди, присед на плечах. Да, без проблем. Начнем с рывка. Да. Мой лучший рывок в полуприсед – 190 килограмм. Классикой 210. Мое лучшее взятие на грудь в полуприсед – это 240 килограмм. Вот. А лучший толчок классический на тренировке – это 260 килограмм. Мой лучший толчок в полуприсед. Вы сказали, что брали на грудь в полуприсед 240? Именно так, да. И одно время я хотел перейти в толчке с 260 на 270. Я был готов, примерно на 90%. Вот. Но мой тренер Иван Абаджиев остановил меня. Это было в 1988 году, перед Олимпиадой в Сеуле. Он сказал, нет, тебе не стоит прибавлять, это слишком опасно, ведь ты можешь травмироваться. Но я был на самом деле готов. И тогда он сказал следующее, ну хорошо, если ты хочешь, то на Олимпиаде, когда ты станешь первым, ты можешь пойти на 270. Без проблем. Вот. Но тогда нас остановили из-за положительных допинг-тестов. Мне не удалось подойти к этому весу. Вот. Продолжим по моим силовым. Присед на груди – 300 килограмм. На плечах – 350. 350 я делал на 2, а значит мог и больше. Но это было не нужно, ведь для тяжелой атлетики уже не имеет значения 350 или 400. Так, ну поэтому вы просто делали на 2. Ага. Я читал в каком-то интервью, вы говорили, что толкали 260 килограмм классикой около 10 раз до Олимпиады 1988 года. Да, где-то так, около 10 раз. А когда вы брали на грудь 240 в полуприсед, это тоже было в категории 110 или позже? Да. До 110. Обычно я весил 110-111 килограмм, не больше. Мне не приходилось гонять вес. И в то время я был очень силен. А как вы думаете, если бы не было истории с допингом в 1988 году, и Болгария не снялась, на Кивеса вы были готовы бы? Ведь многие атлеты подлили там очень большие килограммы. 210-260. Легко. В то время очень легко. Я был очень силен. Да. Это было бы, наверное, лучшим выступлением за все время. Именно. То есть, из всех атлетов, всех времен. Да, точно. Я был готов толкать 270 тогда и побить даже рекорд супертяжей. Да. У супертяжей тогда были рекорды 216 килограмм в рывке. Крастев его выполнил. Я имею в виду рекорд в толчке. Это была моя коронка. Я не знаю точно, как вы тренировались тогда, но какие были ваши лучшие результаты во вспомогательных упражнениях, таких как швунг-жимовой, толчок со стоек и другие. Мы не делали этих упражнений. Только рывок и толчок. И присед. И все. А жим лежа вообще для нас вреден. Я определенно хочу обсудить с вами болгарскую систему, но позже. А сейчас вернемся к началу. В каком возрасте вы начали тренироваться по тяжелой атлетике? И как вас нашли? Отобрали сборную? Я начал в 13 лет. Это был 1981 год. Я захотел заниматься, потому что смотрел на Олимпиаду 80-го года. И видел мировые рекорды и золотые медали, завоеванные болгарскими штангистами, такими как Ян Корусев, Асен Златев. Я хотел тоже стать сильным. Я тогда был сильным парнем и подумал, что тоже хочу выиграть золотые медали. А это для меня было как игра. И так потихоньку я дошел до больших весов. Так, секунду. В 1981 году вам было 13 лет. А к 1988 году вы уже 10 раз толкали 260. Именно так. Невероятно. Да, мне было 20 лет. То есть вы прогрессировали очень быстро. Да. А когда вы начали выступать на внутренних болгарских соревнованиях? Мои первые большие соревнования в Болгарии были в 1986 году. В 1987 я впервые выступил на Европе, стал вторым. Я тогда смазал 250. Потом я готовился к Олимпиаде 1988 года. А после стал чемпионом мира и Европы в 89-х годах и 90-х. Это были мои лучшие годы. Когда вы начали тренироваться у Абаджиева? В 1985 году. То есть очень быстро. А какие килограммы вы поднимали в 1985? Из-за чего он выбрал вас? Я толкал 235. Это было в категории до 100 килограмм. А рывок был 185 килограмм. Значит, вы достигли этого за 4 года. А до этого вы сами занимались? Или у вас был тренер? Был тренер, конечно. До 1984 года я выступал за Нью-Йоркскую сборную. Насколько мы знаем, болгарская система – это тяжелые разовые подъемы в рывке, толчке и приседе, которые повторяются множество раз. Да, так и есть. А вы с самого начала так тренировались? Или тоже делали подходы, например, по 10 раз, вспомогательные упражнения и так далее? Нет, первые 1,5-2 года тренировки другие. Они включают прыжки, бег и другие вспомогательные упражнения, чтобы подготовиться к большим весам. А потом потихоньку начинается переход на большие веса. Естественно, не в таком объеме, как у топ-атлетов. Это слишком сложно для детей. А в сборной Абаджио мы тренировались примерно по 8, а то и 10 часов в день. 8-10 часов. Выходит, по 3 тренировки в день? Да, 3 тренировки. Я подсчитывал, сколько мы поднимали за день. Примерно около 70 тонн. В среднем так. Иногда больше, иногда меньше. 3 тренировки. И в каждый рывок, толчок, присед на груди. Еще присед на плечах. В каждой. У нас была такая программа. Начинали с утра, с приседа, затем рывок, толчок и снова присед. Это где-то до 13.30. А в 16.30 начинали снова рывок. Толчок, присед, потом перерыв 2 часа. И вечером одно упражнение, либо рывок, либо толчок и присед. И так каждый день. А что вы делали между этими тренировками? Ели, спали и все. Никаких ресторанов. Ничего подобного. Интересно, что в 2008 году Абаджиев приехал в США и начал тренировать нескольких американцев. Мы знакомы с некоторыми из них и говорили с ними о тренировках Абаджиева. Он говорил, что между тренировками, если стоишь, то можешь сесть, сядь. Сидишь, но можешь лечь, ляг. Если не спишь, но можешь, поспи. И они просто спали между тренировками. Да, точно. Как солдат. Все очень строго. Но по-другому большого результата и не добьешься. Ведь так оно и есть. И каждый раз, в каждом упражнении выходили на максимум. Или с утра, там, например, 80%. Нет. Всегда на максимум. Только в субботу и воскресенье полегче. Просто разминка. Ну, то есть 4-5 часов в день подъемов. Примерно так. Да. Окей. Это невероятно. Но в каждом упражнении, что мы делаем, 7 максимумов в каждом упражнении. 7 максимумов. И как вы чувствовали в понедельник, что стали сильнее или слабее от отдыха в субботу и воскресенье? Сильнее. Намного сильнее. Каждый день мы делали 7 сессий с максимальными весами. Максимальные веса подбирались на каждый день. Например, если у меня максимум 240, ну, максимум дня в смысле, я должен поднять 240 на 7 раз. Но если я смог сделать только 3, я снижаю вес на килограмм примерно на 5. И делаю еще 3 раза. То есть текущий максимум. То есть, получается, вы делали подъемы около предельных весов около 50 раз в день. Да, 50, может быть, 60 подъемов. Вот так мы и тренировались. Это очень тяжелые тренировки. Когда вы только начали тренироваться у Абаджиева, вам дали время втянуться или сразу перевели его в такой режим? К нему легко привыкнуть? Нас готовили к таким тренировкам. Мы знали, как они проходят. Было много штангистов высокого уровня, которые претендовали на место сборной. Как минимум, 3 человека в каждой категории. И мы постоянно рубились между собой за эти места. Приходилось тяжело тренироваться. И для нас это не было сюрпризом. Мы были счастливы попасть в сборную. Потому что если ты попал в сборную, медалистом ты станешь точно. Многие говорят, что болгарская система так хорошо работала из-за конкуренции. А без нее она бы не работала. Я думаю, вам и другим топ-атлетам неплохо платили. Но были и другие атлеты, которые хотели занять ваши места. И вам приходилось тренироваться очень тяжело. Какая атмосфера была у вас в зале? Мы были под большим давлением. Очень большим. Тогда было 10 категорий. Три штангиста в каждой категории. То есть 30 человек. Плюс личные тренеры. Абаджиев. Два массажиста. И доктор. Всего около 45 человек в зале. Представляете? Это огромное давление. И каждый хочет поднимать лучше всех. Потому что личные тренеры записывали, кто сколько поднял за день. А потом сдавали записи Абаджиеву. Он смотрел, узнавал, какой у кого максимум за день. И на следующий день, на утреннем собрании, каждому ставил цель. Тот же вес или больше. Все было очень жестко. И вы тренировались с другими атлетами вашей весовой? Или они были в разных местах зала? Мы все вместе, для конкуренции. И вас когда-либо обходили? Нет. Меня нет. Никогда. В те времена я был самый сильный. Об Абаджиеве говорят, что он лучший тренер всех времен. Но в то же время, очень многие атлеты травмировались, стараясь удержаться в таком тренировочном ритме. Часто ли вы видели талантливых атлетов, которые появлялись, травмировались, и затем заканчивали и уходили? Да, так было часто. Это так, потому что не все могут тренироваться настолько тяжело. Очень многие ушли, это точно. У вас были какие-то серьезные травмы, с которыми вам приходилось тренироваться, или удалось уберечься? У меня было много травм, но самое серьезное – это плечо. Мне сделали две операции, но на 100% оно не восстановилось, и мне пришлось закончить с тяжелой атлетикой. Это был 1997 год. Я закончил из-за травмы, да. У вас были травмы коленей? Нет, ничего серьезного. Они же иногда болят от большого объема тренировок. Но это нормально. Когда так тяжело тренируешься, возникают небольшие травмы, но ничего серьезного. Есть один удивительный ролик с вами от канала Iron Mind, снятый за неделю до Чемпионата Мира 1995 года. Там вы толкаете 240, берете на грудь 250, рвете 190, ну, примерно 10 подходов работаете, и подходите на 200, и вы делаете все эти подходы каждое утро и вечер. За какое же время перед соревнованием вы начинаете снижать объемы и интенсивность? Около месяца. И все равно вы делали все эти подъемы за неделю до выступления? Мы заканчивали с этим как раз за 10 дней, ну, за неделю. 190 – это нормально. Это небольшой вес для меня. Я прекратил ходить на 200, 205, 210. Вот, то есть на такие, прям на свои рекорды. А 190 – это была уже в те времена просто разминка для меня. А после соревнований вы снова возвращались к тяжелым тренировкам или были какие-то послабления? Имейте в виду, когда мы отсоревновались? Да. Вы сразу возвращались на максимальный подъем несколько раз в день? Нет. У нас была неделя отдыха. А затем мы возвращались в зал и поддержали среднюю форму, не максимальную. На максимуме, то есть семью максимальными сессиями в день, мы тренировались за примерно три месяца перед крупными соревнованиями. Чемпионат Европы, чемпионат мира или Олимпиада. В остальное время нагрузка была пониже, но без перерывов. Мы никогда не прекращали тренироваться. Мне кажется, единственным вашим настоящим соперником до 110 килограмм в категории был Юрий Захаревич. Было не так много соревнований, где вы встречались лицом к лицу, и это было невероятно. Вы подняли 250, а он 250 с половиной в 1987 году. И он победил вас на Европе в 1987 году и в 1988. А потом, кажется, в 1990 вы подняли 195 в рывке и 250 в толчке, а он 200 в рывке, 242,5 в толчке. И вы победили. Помните? Да. Это были мои лучшие соревнования. 90-й год в Дании. Европейцы. Да, Европа. Мы здорово зарубались. Там был еще один советский штангист Килисханов. Я боролся с обоями. Толкнул 230 и занимал третье место. Я сказал тренеру, хочу бронзу или золото, не хочу серебро. Буду пытаться победить. И мне пришлось ждать 5 или 6 подходов, потому что после 230 я сразу же заказал 250. Это были очень трудные соревнования с хорошим финалом. Много ли у вас воспоминаний о соперничестве с Захаревичем? Те соревнования мои самые лучшие, как я сказал вам. Там была серьезная заруба. Еще мы встречались в 1988 году после Олимпиады в Австралии. Я победил. А какие вообще соревнования больше всего вам запомнились? Европа 89-го года. Глупо было бы не спросить вас в вашем толчке с груди. Ваша техника толчка с груди очень впечатляющая. Экономичная отличается от техники большинства. И если зрители не видели ее, обязательно посмотрите. У вас очень короткий подсет. Вы идеально попадаете в отдачу штанги и ловите на включенные локти. Очень уверенно. Ножницы довольно узкие, но задняя нога сильно сгибается. Такая техника естественна для вас, или вы специально ее оттачивали? Техника Толчка с груди мой конек. Это мое любимое упражнение. Толчок в целом, а особенно с груди. Мне все говорили, ты можешь толкнуть сколько угодно. Сколько времени у вас заняла отработка техники рывка и толчка до идеальной? С начала тренировок с 81-го года возможно до 87-го. Примерно 6-7 лет. Миллион подъемов, чтобы добиться идеала. А вы когда-нибудь делали толчок со стоек? Со стоек нет. Мне это не нужно. Только с подъемом на грудь. Да. Я пробовал несколько раз, но мне это не нужно. Мне и так неплохо. Вернемся к тренировкам об учении у Ивана, об аджива. Ваши отношения с ним стали ли они со временем более равными? Или он всегда был выше и мог сказать вам, что нужно делать? можно сказать, что вы его боялись или скорее стали друзьями со временем? Мы стали очень близкими друзьями. Он очень жесткий трейлер, но мы стали друзьями. после термолога мы беседовали, обсуждали штангистов, обсуждали мои перспективы и чего от меня ждут. И каким он был человеком? Очень хороший человек. Он жесткий, но честный. Хотя мы и были с ним друзьями, но термогах он мне спуска не давал. Я видел, как он шутил с атлетами, говорил, что отберет ноутбук, если они не смогут толкнуть 200, в таком духе. Было у вас такое в сборной Болгарии, если вы не выполнили поставленные цели и задачи. Вам чего-то не давали или отбирали у вас что-то? Было такое. Если я не мог поднять какой-то вес, он не пускал меня на обед или ужин, заставлял тренироваться по ночам. Иногда приходилось идти в зал в полвторого ночи. То есть, вам иногда не давали даже есть? Именно так. Интересно. Мне кажется, я бы не смог тренироваться в полную силу, если бы был голодным. Но у вас, похоже, было по-другому. Вы были настолько голодны, что приходилось поднимать сколько нужно. Нет, не так. Я должен был дойти до веса, который он мне запланировал. На это могло уйти много времени, 30-40 минут, час. А потом я мог делать, что хочу, поесть, например. Так было не всегда, но иногда такое случалось. В вашей сборной было еще несколько очень сильных толкачей. Такие, например, как Асен Златев. Он толкал 225 в категории до 82,5 килограмм. По современным меркам невероятный результат. Александр Варбанов 215,5 в категории до 75, в то время, как сегодня рекорд до 73 килограмм в категории всего лишь 198 килограмм. Просто сама сойти. Асен Златев толкал 230 на тренировке, а Варбанов 220. Как раз об этом хотел спросить. Сколько они поднимали на тренировках? Могу сказать, что у Варбанова, ну, про Варбанова, что у него был один из лучших приседов. 300 килограмм при весе 75. А еще были рывкачи. Иван Чекаров, Антонио Крастев. Антонио Крастев. Мне кажется, сейчас единственный, кто может обойти атлетов 80-х, это Лаш Талахадзе. Он дровет 220, хотя до недавнего времени стоял рекорд Крастева 216. сколько Крастев рвал на тренировках? 220 рвал? Да, 220. Это было в 1986 году, много лет назад. И только сейчас этот рекорд побили. Он простоял 35 лет. Были какие-то еще подъемы, которые вы можете назвать невероятными? Ангел Генчев. Да, Ангел Генчев. Он попался на допинге в 88-м году. Он поднимал очень большие веса. 202 толкал в категории до 67,5 килограммов. Я думаю, если ранжировать штангиста всех времен по Синклеру и учесть его результат на Олимпиаде 88-го года, он будет на втором месте после Наима. Точно. Я думаю, в то время, в 88-м году, он был даже сильнее Наима. Он больше увеличил мировой рекорд со стадионом с 5-ти до 202-х. Мне кажется, тогда он был лучшим. Вы тренировались с Наимом несколько лет, правильно? Да, тренировались вместе в 1985-м году и в 86-м. До того, как он сбежал в Турцию. Где-то полтора года тренировались вместе. А потом он толкнул 190-м. Самый лучший толчок всех времен. По разным критериям оценки. А как он поднимал на тренировках? Точно так же, как и другие. Все тренировались одинаково. Он поднимал когда-нибудь 200-м? Ну да, около того. Невероятно. Да, это невероятно. Невероятно. Да, это очень большой вес. Это большой вес для любого атлета, но для человека весом 60 кг это очень много. есть еще одна тема, которую мне бы хотелось затронуть, но не знаю, насколько вы готовы к этому. Вы упомянули, что в 88-м году некоторые болгарские атлеты попались на допинге и были лишены медалей. Было ли в то время чувство, что принимать допинг нормально, так как все принимают? Вся сборная принимала одни и те же средства. Раз кто-то попался, значит остальные тоже попадутся. Мне кажется, дело в политике, проблемы со сборной СССР. Абаджиеву сказали, что они хотят медали 50 на 50. Если он против, они используют другие средства. Так и случилось. Это то, что сказал сам Абаджиев. Именно так. Русские были большой проблемой и они слили двух наших чемпионов. У вас было особое чувство соперничества с Советским Союзом? Больше, чем с другими странами из-за соперничества советской болгарской школы? Тяжелые разы подъема против вариативности? Да, конечно. На стороне России было то, что это очень большая страна и у них было очень много атлетов. Большой выбор. В Болгарии такого не было. Я думаю, наша система самая лучшая для достижения высоких результатов. Почему вы переехали в Австралию? Кажется, в 92-м году, да, это было? В 91-м. Времена в Болгарии были очень плохие. После свержения коммунистов было очень плохо, денег не было, ничего вообще не было. Мне пришлось выбирать, куда поехать, потому что я не смогу поднимать всю жизнь. Осталось всего несколько лет. Мне сделали хорошее предложение, и я решил поехать туда. Когда вы переехали, изменились весовые. Вместо 110 стало 108. Вы перешли в тяжи из-за того, что не хотели сгонять до 108? Я был посередине. В 93-м году я даже выступал в 108, но потом сделали весовую 105. Я весил 112 и решил набирать, потому что сложно сохранить форму, сгоняя по 7-8 килограмм. Мне нужно было время, чтобы набрать хорошую форму, но из-за проблем с плечом пришлось закончить. Мне не повезло раскрыться в супертяжах. Какой самый большой вес вы набирали? 130. Удивительно, учитывая, что вы соперничали с Чемеркиным и другими атлетами, которые весят по 170 килограмм. Да, с очень тяжелыми. когда я соревновался с ними на Олимпиаде в 96-м году, я весил около 121. Я был самый легкий. Мне нужно было набирать 130-135, а на это нужно было около 2-х лет, чтобы влиться в категорию, проработать вес. Но мне помешали проблемы с плечом. Когда вы переехали, тренировки изменились или вы продолжили тренироваться так же, как и у Баджиева? Что было по-другому в сборной Австралии? Не на 100% так же, но на 70-80% по той же системе. Потому что для того, чтобы следовать такой схеме, нужен такой тренер, как и Баджиев. но все и так было неплохо. Мне кажется, система это на 60% максимальное усилие, 20% это присутствие Ивана Баджиева и 20% сама конкуренция в команде. Ну или что-то вроде того. Потому что без конкуренции Абаджиева сложно заставить себя тренироваться настолько тяжело. Да, точно, нужен человек, который будет тебя подгонять. Люди думают, что супертяжи должны быть огромными. Но было несколько очень талантливых тяжей весом от 120 до 140 примерно. таки, как вы, Писаренко, позже Чигишев, Салем Джабер из Катара. Очень крупные атлеты. Вернее, крутые. И все вы толкали в районе 260 килограмм. Да, это так. Когда вы закончили карьеру, вы сразу же вернулись в Болгарию? Нет, не сразу. Я вернулся когда же в 2013 я приехал по делам продавать австралийские удобрения в Европу. Это мой бизнес в Болгарии. Также я продаю спорттовары под своим именем для фитнеса. Ну, там перчатки, ремни. Да, интересно. Линейка Стефан Ботов. Круто. Возможно, я с вами свяжусь по этому поводу. Очень круто. Мне нравится. Вы сейчас тренируетесь? Или имеете отношение к сборной Болгарии? Иногда, неофициально, просто тренирую друзей. Но я не работаю тренером. Сейчас нет на это времени, слишком я сильно занят бизнесом, разъезжаю по Болгарии каждый день, особенно сейчас, сезон удобрений, который начался 20 дней назад. К тому же я выхожу на другие рынки. Македония, Италия. В общем, очень-очень занят. Мы вдвойне благодарны вам за эту беседу, когда вы настолько заняты, еще буквально пару вопросов. в болгарской сборной сейчас появилось много талантливых спортсменов, например, Иван Марков. Но никогда из них даже не близок никто к результатам 80-х и 90-х годов. Вы думаете, это из-за Абаджиева, строго удобного контроля или дело в культуре? Много причин. Дело в Абаджиеве, но не только. Сейчас все не так, как даже три года назад. Я говорил с тренером сборной Ивановым и спросил его, почему ты их не подгоняешь? Они тренировались всего 5-6 часов в день. Этого недостаточно. И он ответил, если я начинаю их подгонять, все разбегутся из зала. Говорят, нет, нам так и не нужно. Вот так и ничего не подделаешь. Это очень большая проблема. То есть из-за тяжелой ситуации в Болгарии в 80-х из-за бедности не было другого выхода. Ну да, так и есть. Все было тогда по-другому. Я так понимаю, как атлету вам оплатили зарплату. А были ли премии за победы или там рекорды? Были. Платили за рекорды чемпионаты Европы, чемпионаты мира. Но это были небольшие деньги. Около 5000 левов. Это как 3500 долларов. Для тех времен хорошие деньги. Интересно. была ли тяжелая атлетика популярна в Болгарии в 80-х? Вы были знаменитой? Да, был. Даже сейчас меня знают. То есть люди до сих пор вас узнают? Да, меня узнают. Особенно теперь, когда я создал свою марку спорттоваров. Они продаются по всей Болгарии. Круто. Еще один вопрос. Когда вы были атлетом, как питались сборной? Что вы ели? Да все подряд. Никакой специальной диеты. Больше мяса и все. Мне еще говорили, что многие атлеты сборной курили между тренировками. Это правда? Некоторые да, но я никогда не курил. Из сборной 30 человек не курили всего четверо-пятеро. Это помогало расслабиться или просто потому, что все люди в стране курили? Ну, это из-за того, что все курили. Вы смотрите сейчас тяжелую атлетику? Да, когда соревнования проходят недалеко от Болгарии. Я езжу на них, потому что у меня много друзей среди тренеров. Мне кажется, неплохо поддерживать с ними связь. А международные соревнования смотрите? Да, конечно. Есть у вас сейчас какие-то любимые атлеты? Нет, не могу никого выделить. Когда вы сами легенда, вас сложно впечатлить. А какой наиболее выдающийся подъем вы видели в жизни? Такой, чтобы заставил вас подумать, как он это делает? Ангел Генчев тоже 202.5. Этот подъем из тех, о которых большинству неизвестно. И он действительно впечатляет. Что ж, мы узнали от вас большую часть того, что хотели. Мы очень благодарны вам за уделенное время, особенно в сезон удобрений. У вас есть Инстаграм, Фейсбук, что-то, чем мы можем поделиться? У меня есть Фейсбук по моему имени, Стефан Ботов. Насчет ваших спорттоваров, у вас есть международная доставка на случай, если люди захотят их купить? Пока что нет. Может быть скором. Я начал рекламироваться в Румынии, но времени не хватает. Я больше занимаюсь удобрениями. Пока хватает и Болгарии. Я занимался производством штангеток около 10 лет назад, и у меня было много заказов из США. У вас не осталось их? Я бы купил бы пару. Только 37 размер. Сейчас ищу фабрику. Хочу возобновить производство. Есть большой заказ из США и других стран. Попробую Турцию. Может получится перезапустить. И последнее. Для всех штангистов, которые нас смотрят и хотят улучшить свои результаты, что самое важное? Как надо настраиваться? Какие главные психологические качества штангиста? Тренируйтесь каждый день. Это очень важно для достижения высоких результатов. По-другому не выйдет. Ну, далее здесь идет информация о том, как можно подписаться на ребят. Все ссылки на WeightListing House, на канал, на какие-то самые выдающиеся видео со Стефаном Ботовым на других YouTube каналах и на Instagram. Я скину в описании к видео. Друзья, всем спасибо за внимание, всем желаю здоровья, удачи и новых рекордов.